Субтитры создавал DimaTorzok Очередная фотосессия, удачная фотография. На сей раз я смочу холст с белилами, мокро с белилами, разбавителем. Вот такая мокрятина белил. Очень разжиженных. Белилы нужны только для того, чтобы смоченность холста не улетучилась по мере улетучивания самого разбавителя. Грилы их удержат. И немножечко распределю до равномерного состояния. То есть мокренький холст уже есть. В этот мокренький холст. Можно на разбавителе, можно на тройнике, можно на масле. Начинаю набирать. Изумрудная. Охра красная или английская красная. Набираю фоновое пятно с некой динамикой штриха. Здесь примерно будет лицо, волосы. Я и его тоже чуть-чуть припачкиваю для того, чтобы потом добрать высветление. Так голова будет сразу в этой среде зеленоватой, красноватой. И подмешается это вещество, подмешается к тем оранжевостям, которые придут уже цвета лица. Краплат можно брать вместе с изумрудкой. Лиственную среду вот такими крупными мазочками набираю. Сухость холста была преодолена. И поэтому мазочки достаточно акварельно входят один в другой. Можно даже некие продресси оставлять. Которые будут создавать некий эффект воздуха. Динамика и ритм штриха создают эффект импрессионистического, экспрессионистического исполнения. И достаточно прозрачно тряпка укладывает мазочки. Вы видите, даже лиственный слой. Уже появляются намеки на листья. Можно в данном случае разбавитель прямо подлить на палитру к уже имеющимся замесам. И использовать их мокрость с помощью разбавителя. Вы видите, мазочки как бы устремлены стайками. Они как будто бы метнулись по холсту. Сейчас уже и желтые добавлю. Причем тем же местом тряпки. Плотная фигушка тряпки. Добираю разные цветики. Они все немножечко перемешиваются. Создается выгодная игра. Видите, даже сам характер мазочка интересный. Он вроде как похож на кистевый. Но при этом другой по своему настроению. Как бы и плашмя, и ребром, и плашмя, и ребром тряпки формируются листья. В данном случае листья ивы. Видите, и плашмя, и ребром. Так, а вот для личика и волос возьму другую тряпку. Или другой фрагмент, даже сказать, тряпки. Большая тряпка не нужна. Вот у меня в руках некий стандартный мой кусок тряпки. Я его делю пополам. И вот этого достаточно, чтобы работать с лицом. Делаю из него фигушку. И этой фигушкой сейчас буду набирать основные цветики. Личико оранжевит. Оранжевит в пользу розового. Поэтому краплак охра и желтый. И вот искомый цвет лица. Штришочек наношу по направлению цилиндра. Цилиндр головы. Цилиндр. Тряпка распределяет умное количество краски. На холст. С которой будет удобно работать. Бирюзовый и краплак дадут мощную черноту волосам. Можно к ним плюс коричневый. И холодность укладки, холодность цвета несколько уйдет. Поскольку лицо смотрит в эту сторону. Голова, вернее, повернута в эту сторону. То мы создаем больше пространства перед лицом. И меньше пространства за лицом. Меньше пространства за лицом. Вот я вижу, что прямо на середину формата, прямо на середину, на пересечении диагонали, находится кончик носа. К нему удобно привязаться. Поскольку от середины легче будет искать место расположения. Итак, кончик носа. Вдоль кончика проходит теневая волос дальнего, дальней части лица. голова нависает над грудью. В данном случае я взял ультрамарин и заложил... заложил теневую часть одежды. Пальцем можно набирать. В краске тряпка закладывает умное количество, не большое, не малое. В этом вязком слое удобно... удобно гонять краску тоже с этим ритмом. ритмом штриха. И английскую красную. Вот сейчас я подобрал. Ее удобно закладывать. Смотрите, зеленые оттенки в теневой здорово звучат. Оранжевые, розовые, красные и даже зеленые. Посмотрите, тельце уже мигает световыми зайчиками. На палитре периодически подготавливаем площадки для чистых замесов. черты лица я пока еще не торопился укладывать. А пока играю со светом и тенью на шаре головы. краплак и кадмий задействую губочкам. поскольку есть это солнечная засвеченность лица, то губки прямо горят. Ну или выгодно, чтобы они горели. намек на щель между губочками. краплак и коричневый для глазика. относительно переносится. Глазик набираем. кистью я сейчас не набираю, потому что палец делает более приблизительные укладки, и мне легче будет легче будет искать образ. В приблизительном искать образ легче, чем в жестком рисунке. ну а туда, куда не пролезет палец пройдет кисть. Белочек не набираем чистым белым. Чуть-чуть охринка, чуть-чуть голубинка, и только бликующую часть белочка можно дополнить и то недочистыми белилами. сейчас дал в полную меру яркость света. свет имеет эпицентр, этот зайчик света имеет эпицентр в этом месте, и подрезает нос, и вытягивает нос из плоскости лица, и рассеивается здесь. Спасибо. Рефлексы света несколько ломают представление о форме. То есть мигательно, даже в неожиданных местах появляются. Но если мы честно срисуем напряжение тона, то есть степени темности, то увидите, что будет в любом случае ощущение формы решено. Краплак и изумрудные по-прежнему. Они для темных партий на волосах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для глубокости цвета волос можно задействовать мастихин. Вот такая удавленность краски создаёт очень чёрный, глухой чёрный, даже пронзительно чёрный цвет. И некую чистенькость волос. Коричневый, красный. Ну, в смысле, розовый краплак. Охрас красный для световых. Мерцание на волосах. Охрас красным и, наконец, охра в разбиле. В нашей картиночке, кроме портрета, есть ещё листья, заслоняющие лицо. Прежде чем их положить, я их обозначу. Это листья ивы. Я их обозначу вырезанием. Вы видите, как удобно это состоялось. И кистью внесу цвет. Причём не торопясь закрашиваю. Смотрите, я иногда даже пользуюсь тем подкладочным цветом, который остался после вырезания. То есть, он чуть-чуть подмешивается и вместе с продресью создаёт красивый оттенок. Поехали. Теневые проявления листьев могут даже синить. Поехали. 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 Повторяне. Вы видите, как я деликатничаю, укладывая листья. Нет, чтобы закрасить. Я только подкрашиваю веществом, наблюдая, не получается ли красивая цветовая и световая завязка. Дал и тональность света, и тональность тени на веточку. Поскольку здесь свет, и он же чуть-чуть сияет, или должен сиять, на пространство вокруг себя. Сейчас немножко поправим рисунок. Продолжение следует... Вы видите, характер мазочков несколько рубленный. То есть, эта же рубленность в фоновом пятне, и соблюдая традиции рубленности, использую это и на личике. И, в общем-то, оно достаточно красиво, ломанно лепится. Носик мощно нависает над губками, поэтому поправляю здесь. И вы видите, потихонечку уточнение приводит к результату. Рефлексики от светлого цвета. И, в общем-то, отраженных мест на теневую часть лица. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, вот нечаянно произошел голубоватый всплеск света. Его можно оставить, потому что он красиво произошел. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Слой некоторые плотности накладываю и подкладочный сохраняю. Мощные густые мазочки будут чередоваться. Мало того, вы увидите, ритм мазочков по ширине чередуется с ритмом мазочков по высоте. То есть висячая ива, а подкладку я делаю в другом ритме, ритме горизонтальном. Смотрите продолжение в следующей части. На фотографии нет столько красного, сколько я сейчас закладываю. Но красный антипод зеленого и вместе с зеленым создает красивое цветовое напряжение. Поэтому я так навязываю идею красного, особенно в теневые места, в глубокие места. Вот так. Вот так. Вот так. Смотрите продолжение в следующей части. КОНЕЦ Итак, вы бережете в подобных случаях и подкладочный слой, который был набран тряпкой. КОНЕЦ Чистый цвет, вы видите, приходит как некий. Фонарик цвета. Мигательно, солнечно. КОНЕЦ Идею дальнего... Там вода у нас за этими деревьями. И эта же вода в некотором смысле создает идею воздуха. Синько дает идею воздуха. Прямо навязчивые синие. Немного подбрасываю, куда они бы просились. Сказать точно, что в эти места или в те другие не могу. Ну, вот как если бы они просились в эти места. Ну, скажем, здесь темность зелени подразумевает сильную тень. Значит, здесь мог бы разместиться синий, поскольку тень в солнечный день синит. Вот такая игра пятен и игра ритмов. Ритмы по горизонтали, ритмы по вертикали. Глазик темен, зрачок, но при этом не настолько темен, поскольку подвержен окружению солнечного зайчика. Поэтому все темности здесь будут сдержаны. То есть не черно. Ритмы по горизонтали, они их offices kullan смертельный, неизвестные густые дверь в месяц... и лопатый в месяцС, густые грастинские глаза бавк eradittä шวот на ancestors. Продолжение следует... Вот этот листик, который заслоняет губочку и носик, я все-таки чуть-чуть приотодвину, чтобы он не так заслонял. Продолжение следует... 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 Напряженные места и мутные места, чередуясь, создают красивую игру. Поэтому используйте это в своей живописи. Не забывайте о том, что красивые контрасты теплого и холодного, напряженного и восплывчатого. Продолжение следует... Мне еще предстоит пописать это в одиночке, в одиночестве, для того, чтобы уточнить, может быть, свежим взглядом, когда посмотрю, уточнить, улучшить какие-то моменты. Ну, я думаю, что вы общую идею портрета увидели. И мы сейчас с вами расстанемся до следующей задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, по-моему, хороший нежный портретик произошел. Все это происходит у нас на творческой даче в Переславле, куда я вас всех приглашаю. Приглашаю навещать нас и с целью уроков, и с целью пописать в этом прекрасном месте. Здесь просто Франция, но только русская. Русская Франция в Переславле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, если долго можно уточнять, улучшать, Но там все-таки закончим сегодня. Приезжайте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok